что-нибудь будет так здравствуйте уважаемые коллеги я бы хотел рассказать конечно наверное не все возможный момент но основные какие-то взгляды на роль ночевой терапии к метастатическом раке молочной железы начнут прежде всего как вы наверное знаете метастатические изменения при отдаленной метастазе при раке молочной железы достаточно нередки чаще всего встречается метастатическое поражение костей несколько реже легких печени головного мозга начну по данному отопси несколько отличаются эти данные значит я бы хотел поделить свою лекцию так на день части но во первых существуют методики известные паллиативной лучевой терапии при множественных метастазах рака молочной железы но в частности при метастатических поражениях костей часто проводится лучевая терапия прежде всего с противоболевой целью болевой целью значит были но неоднократные рандомизированные исследования международные которые устанавливали различные режимы фракционирования которые могут лучше всего облегчить боль у таких пациентов как оказалось что непосредственно противоболевой эффект в общем-то при разных режимах фракционирования отличается мало но при более коротких курсах лучевой терапии чаще приходится проводить повторное облучение а вот это грунт предыдущий поскольку прогноз у пациентов при изолированном положении кости при раке молочной железы достаточно неплохой то все таки у таких пациентов рекомендуется более длительные курсы облучения и что касается генерализованных поражений то для такой цели существуют радиофармацевтические препараты они в основном на основе стронца и самария значит более доступны на стране препараты стронца самарий имеет некоторые преимущества по радиологической безопасности у него более короткий период полураспада но с клинической точки зрения пока существенной разности между этими препаратами обнаружить не удалось начнут также проводились рандомизированные исследования при множественных метастазах в печени тоже понятно что это достаточно тяжелые пациенты которых как правило исчерпаны возможности системного лечения значит но и здесь возможности ограничены достаточно большой токсичности при облучении всей печени здесь речь это облучение всей ткани печени в разных режимах также большой разницы между этими режимами отмечено не было поэтому для практического применения был рекомендован самый короткий режим и у половины примерно пациентов удалось достичь палеотивного эффекта без какой-то существенной токсичности здесь несколько особняком стоит метастатическое поражение головного мозга поскольку это всегда очень неблагоприятная ситуация и в общем-то они могут быть ведущими в прогнозе для пациентов у которых они были значит сожалению это встречается не так часто не так редко как хотелось бы длительное время основным методом лечения этих пациентов было облучение всего объема головного мозга эта методика в принципе не потеряла своей значимости и сейчас с появлением радиохирургического лечения несколько ее роль снизилась однако при множественных метастазах головной мозг по-прежнему эта методика актуальна поскольку она не только позволяет снизить то есть клинические выявленные очаги как-то контролировать но и снизить частоту метастазов вновь появляющиеся в других частях головного мозга ну есть представлены возможные варианты применения облучения всего объема головного мозга это ну как правило какие-то неблагоприятные все-таки клинические ситуации множественные метастазы лептоменингиальное поражение и кроме того облучение всего головного мозга может применяться и в послеоперационном периоде в случае удаления хирургического там какого-то крупного метастаза поскольку вот так выглядит облучение всего объема головного мозга разработаны также стандартные достаточно режим фракционирования этого облучения которые но самый распространенный из них это 10 фракций по три грея для больных с неблагоприятным прогнозом предлагаются более короткие курсы однако у больных которых ну прогнозируемая жизнь все-таки больше хотя бы трех месяцев нежелательно период проводить такие короткие курсы поскольку там возникает достаточно существенное количество радионекрозов но его что касается послеоперационного облучения головного мозга то достаточно такое старое исследование но по-прежнему актуально которое показывало что частота лока локального контроля в головном мозге возрастает если после хирургического удаления метастаза провести облучение всего головного мозга и даже у них получалось что и медиана общей выживаемости растет в более поздних исследованиях до локальный контроль подтвержден однако общая выживаемость здесь уже не так значимо отличалась видимо это связано с тем что появилась уже радиохирургические методики возможно было какое-то более эффективное лечение возникающих рецидивов но вот еще одно исследование которое в общем-то то же самое иллюстрирует ну и когда мы проводим облучение всего объема головного мозга мы должны конечно понимать кому мы это делаем значит и здесь давно достаточно разработанные прогностические группы рток если у пациентов с контролируемым экстракраниальным процессом при хорошем общем статусе можно добиться медианы выживаемости 7 месяцев то к сожалению пациенты с плохим общим статусом даже при проведении облучения всего головного мозга в общем-то результаты их лечения мало чем отличаются вот симптоматического лечения ну и вторая часть которую я бы хотел перейти это роль лучевой терапии при так называемым олигометастатическом процессе рассмотрение этого вопроса стало возможно во первых с появлением самой концепции олигометастатического процесса то есть такого процесса который как бы предположение что существует такой промежуточной промежуточной стадии заболевания между локальным процессом и генерализованным заболеванием в котором локальный метод воздействия может как-то существенно повлиять на судьбу пациента ну вот это вопрос дискуссионный по-прежнему остается и вот кто-то конечно не более пяти очагов даже тот не более трех но кроме того здесь надо учитывать и другие факторы которые существуют у этого пациента то есть это может быть и срок возникновения метастазов но количество само собой понятно и наличие чувствительности к системному лечению и даже вот это сохраняющийся контроль над первичным очагом значит лучевую терапию предлагается применять совершенно различных клинических ситуациях в сочетании системной терапии практически любые комбинации предлагаются ты как добавка после проведения системного лечения это и как начало с локального металличения с последующим системным лечением это и в сочетании с таргетными препаратами чем практически любые варианты могут на любом этапе жизни этого пациента может рассматриваться вариант локального воздействия в том случае если она удовлетворяет критериям ольгометастатического процесса начну и конечно что очень важно что речь здесь идет конечно о локальной лучевой терапии прежде всего здесь идет о стереотоксической лучевой терапии и радиохирургии речь и для этого конечно нужно иметь определенные технические возможности но вот наш институт в частности оснащен аппаратом на валис тx который предназначен для радиохирургических процедур в частности но в большей степени это касается интракраниальных образований хотя можно проводить и некоторые экстракраниальные локализации тоже подвергать лучевому лечению ну вот так исторически сложилось что начиналась вообще вся история радиохирургических вмешательств все-таки с головного мозга прежде всего здесь представлены классические показания радиохирургическому лечению в головной мозг но также уже достаточно хорошо отработаны дозы которые можно подводить есть что важно то что то что при достаточно крупных метастазах сожалению дозу приходится снижать вообще чем больше метастатический очаг тем доза меньше поэтому рассчитывать на успех при радиохирургическом лечении крупных метастазов в самостоятельном режиме здесь приходится реже чем вы при более мелких изменениях значит но что касается количество обученных обучаемых очагов как я показывал уже классические считалось что и должно быть там не более четырех но более поздние работы пока что да если метастаз единичный то вполне понятно что эти эти больные имеют лучший прогноз лучше медианную выживаемость по сравнению с множественными поражениями но вот когда их уже больше двух то в общем то уже три их или пять или восемь на выживаемости пациентов сказывается она ниже конечно у них и у той и у другой группы чем при единичном метастазе но между собой они вполне сопоставим поэтому сейчас активно пропагандируется концепция что в общем то до десяти очагов в головном мозге можно подвергать радиохирургическому лечению в самостоятельном варианте хотя конечно надо сразу сказать что здесь для этого нужны достаточно серьезные технические возможности вот например на линейном ускорителе облучить одновременно 10 метастатических очагов крайне сложно значит что касается тролль радиоэффективы то она естественно расширилась может приняться как самостоятельном варианте но надо понимать что когда мы проводим радиохирургическую процедуру мы воздействуем только на тот вот видимый очаг и мы должны быть готовы к тому что у этих пациентов вполне возможные рецидивы в других частях головного мозга и мы должны либо комбинировать это лечение с облучением всего головного мозга надежде повысить безрецидивную выживаемость или мы должны быть готовы к тому что нам понадобятся в отсрочном периоде повторные какие-то либо повторные радиохирургические вмешательства либо отсроченное облучение всего головного мозга либо может быть на хирургическое лечение но здесь такое отечественное исследование на самое крупное из того что есть отечественного значит пока результаты здесь не только больные раком молочной железы которые подвергались радиохирургическому лечению метастазов головной мозг но вот медиана выживаемости их составила порядка 10 месяцев но что касается наших собственных данных они у нас конечно более скромные по количеству наблюдений там порядка у нас 150 пациентов но вот как у нас получилось что именно пациенты которые страдали раком молочной железы они в общем-то из наиболее благодарной группы у них медиана выживаемости наиболее высокая то же самое касается и локального контроля у этих пациентов ну вот таким образом значит когда же можно применять стереотоксическое облучение головного мозга значит относительно небольшие очаги желательно до двух с половиной сантиметров это до 10 очагов но в идеале конечно желательно чтобы вы чем меньше тем лучше значит кроме того может рассматриваться вопрос радио и после удаления крупного очага хирургическим методом как метод контроля на оставшимися более мелкими очагами но и также может применяться при рецидивах после проведенных других методов лечения здесь что касается более крупных очагов к сожалению повышение дозы как я уже говорил на более крупные очаги приводит к более частому развитию осложнений а снижение дозы меньше 20 игр и к сожалению не удовлетворительным результатом по локальному контролю и вот при очагах больше двух с половиной сантиметров здесь остается существенный вопрос если то есть это либо эти пациенты должны подвергаться нейрохирургическому лечению с последующим после операционным облучением либо как альтернатива в тех случаях когда радиохирургические когда хирургическое лечение по тем или иным причинам невозможно это использование так называемой гипофракционированный стереотоксической лучевой терапии ну вот один из предложенных режимов их на самом деле множество этой может быть и три фракции по 8 грей здесь в этом исследовании представлено 6 5 фракций по 6 грей вот в тех случаях когда радиохирургическое лечение в виде однофракционного лечения невозможно по причине крупного очага нейрохирургическое лечение по каким-то причинам не показано и можно проводить таким пациентам в крупнофракционное облучение кроме того эта методика может использоваться как послеоперационная для облучения достаточно крупных послеоперационных кист а также в тех случаях когда очаги расположены близко критическим органам которые также весьма чувствительны крупным фракциям но прежде всего идет здесь о зрительных путях несколько ствол мозга конечно несколько меньше другие вещи но здесь представлены просто иллюстрации 5 статических очагов у пациентки есть дозное распределение при облучении на навалисе какое у них было достигнуто так но с развитием дальнейшем радиотерапевтической техники появились возможности не только краниальной радиохирургии но и так называемый стереотоксической радиотерапии всего тела если так переводить с английского здесь представлены результаты довольно крупного исследования при облучении спинальных метастазов значит здесь метастазы позвоночник были более чем 500 пациентов достигли достаточно хорошие результаты как по противоболевому эффекту так и по локальному контролю вот этого конкретного метастаза значит однако здесь надо понимать что существует существенное ограничение по толерантности спинного мозга значит не больше максимальная доза не больше 14 грей точечно имеется ввиду и не более 10 процентов спинного мозга в зоне облучения не всего конечно на протяжении всего тела могут получить дозу больше 10 грей но чтобы такого добиться естественно приходится облучать даже не весь позвонок а какие-то его отдельные сегменты где расположены метастазы здесь представлены варианты оконтуривания по сегментам как видите облучаются части позвонков естественно проведение такой терапии требует очень серьезного контроля укладки для того чтобы воплотить все это в жизнь значит и при облучении действительно позвонков имеются еще такие подводные камни как и повышение чистоты патологических переломов потому что в общей плоксом патогенезе патологических переломов при метастазах позвоночный частности есть и вот этот компонент радионекроз после stereотоксического облучения поэтому здесь надо подходить вечно аккуратно вот как показали нескольких исследованиях до 40 процентов практически доходит частота патологических переломов после стереотоксического облучения но все исследователи показывают что всё-таки большинство патологических переломов связано с лечением остеолитических метастазов и повышение дозы выше 20 грей. Остальные прогнозические факторы в разных исследованиях менялись, но вот это исследование, которое самым большим частотом осложнения, во всем у них практически было больше половины больных, 2 трети практически больных с остеолитическими метастазами. Также можно проводить радиохирургическое лечение метастатического поражения легкого. Здесь представлено несколько исследований по облучению метастатического поражения легких. Здесь что надо отметить, что локальный контроль и даже в какой-то степени выживаемость в основном зависит от отбора пациентов и от системного контроля над заболеванием, а вот локальный контроль явно растет при эскалации дозы, то есть при более низких дозах частота локального контроля явно меньше, чем при более высоких дозах. Мы, например, сейчас стали использовать три фракции по 20 грей для метастатического поражения легких. Ну, вот так выглядит план лечения больного с метастазом легкое. Больной. Значит, второй метастаз там тоже существует, как вы видите, который будет на втором этапе тоже подвергаться радиохирургическому лечению. Ну, аналогичная ситуация имеется и с метастатическим поражением печени. Также эскалация дозы приводит к росту локального контроля. Ну, вот этот вот режим сейчас, в частности, и нами избран в зависимости от размера очага и его локализации от 12 до 20 грей за три фракции, и при небольших очагах, то есть это пациенты, которые получили как раз 20 грей за три фракции, три фракции по 20 грей, 60 грей за три фракции, у них локальный контроль этих метастазов практически 100%. Более крупные метастазы или метастазы по каким-то причинам не облученные в этой дозе, у них локальный контроль сразу же снижается. Значит, ну, здесь иллюстрация, опять-таки, метастатического поражения печени. Здесь одиночный очаг, который расположен далеко от критических органов. Обычно проблемы возникают с облучением, если метастазы расположены где-то вблизи кишечника, вблизи желудка. Здесь толерантность этих органов ограничивает, может, дозу облучения. Значит, здесь все достаточно далеко, и, в общем, метастаз пролечен в дозе 60 грей за три фракции. Ну, другой случай. Значит, тоже периферический метастаз. Здесь есть критические органы, здесь возможен патологический перелом ребра потом после стереотоксического облучения. Вот. Ну, в заключении хотел бы представить позицию европейской школы, которая как раз обсуждала вопрос метастатического рака молочной железы. Что все-таки существует, хотя и небольшая, но важная часть пациентов, у которых локальные методы воздействия могут обеспечить пациенту длительную выживаемость. Прежде всего, это, конечно, идет о каком-то единичном метастазе. Но в этих случаях можно достичь полной ремиссии и какой-то длительной выживаемости. Ну, и в заключении я бы хотел предложить такой вопрос. Нужно всем включиться, открыть наше голосование. Включайте все. Все это получается три разных пациента, да? Так, кого это? Где? Пример? Это три разных, конечно, безусловно. Вот кто, на ваш взгляд, больше всего подошел бы для того, чтобы его подвергнуть локальному лечению, именно радиохирургическому? Какие коварные вопросы. Кажется, все проголосовали. А вы сами проголосовали, Михаил Маркович? У меня было открепительное удостоверение, да, я заранее проголосовал. Проголосовали? Есть у вас результаты. Ну, вот, попались, грубо говоря. Вот я говорю, коварные вы. Не, ну, на самом деле, первые два варианта, они оба могут рассматриваться, конечно, как кандидаты на радиохирургическое лечение. Здесь единственное коварство в том, что очаг достаточно крупный. Я специально акцентировал, что при таком очаге радиохирургического лечения самостоятельного будет, скорее всего, этого пациента недостаточно. Лучше бы его, конечно, сначала при возможности провести ему удаление и потом облучить послеоперационную кисту, и тогда у этого пациента как раз наилучший прогноз будет у этой пациентки. Вот тут, в частности, у нас получилось, что пациенты, лечены именно при крупных метастазах, начиная с нейрохирургического лечения и потом облучения ложи опухоли у этих пациентов, они, в общем-то, ну, пока получается, что у них медианная выживаемость около трех лет. Пока их, правда, не очень много, которые у нас прослежены в такой период, но, в общем, это наиболее благоприятная группа. В тех же случаях, когда они облучаются просто радиохирургическим, при таком размере здесь можно облучить, к сожалению, очень небольшой дозе, то есть это будет либо фракционированное облучение, как я говорил, либо это будет облучение в дозе не более 15 грей. Они, к сожалению, рецидивируют все в течение года практически. Второй вариант, на мой взгляд, более предпочтительный для лучевой терапии, но третий вариант, он, конечно, слава богу, что никто не рассматривает его всерьез. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Маркович. Будут вопросы? Да, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Если до начала лечения метастатического заболевания проводилась лучевая терапия локально, то есть ли какие-то ограничения для последующего облучения? Вообще суммарная доза облучения какова в течение жизни? Ну, хороший вопрос. Вы знаете, редко бывает, что локальная лучевая терапия как-то мешает облучению метастазов, потому что это может касаться в какой-то степени метастазов легкого, хотя доза на легкое при локальном облучении молочной железы, она все-таки не такая существенная, если там никаких экстремальных методик не применялось. Здесь, в общем-то, ну, если это метастаз, скажем, в головку плечевой кости, в том месте, где когда-то проводилась лучевая терапия, тут, конечно, какие-то ограничения будут. Но это какие-то казуистические случаи, очень индивидуальные. Вообще, скорее всего, здесь ограничений, связанных с ранее проведенным локальным лечением рака молочной железы, я думаю, что не будет никаких. Спасибо. Да, пожалуйста, еще вопрос. Спасибо за интересное сообщение. Ну и вопрос такой. Если имеется у пациентки множественное поражение головного мозга и используем стереотоксическую радиохирургию, за один курс максимально сколько можно все-таки облучить метастазов без побочных эффектов, без серьезной гипертензии? Понимаете, здесь два аспекта. Аспект первый. На чем проводится облучение? Если это, скажем, гамма-нож, который специально предназначен для облучения множественных очагов, то я видел публикации, что облучают и 50 метастазов за один сеанс. Живьем видел пациента, в котором облучали 17. Вопрос здесь состоит в том, какое это имеет клиническое значение и чем это помогает пациенту. Потому что... Ну вот сейчас даже 10 метастазов, я считаю, что пока что преждевременно все эти радиотерапевтические фирмы стали акцентировать, что вот замечательно, можно 10, потому что они отличаются от 4. Они отличаются-то не потому, что и там, и там хорошо, а потому что и там, и там плохо. По-хорошему говоря. Поэтому вот реальную пользу пациенту в его выживаемости можно принести при радиохирургии единичного метастаза. Это то, что действительно доказано, когда радиохирургия может повысить общую выживаемость. Все остальное это уже сугубо палеотивное лечение. Технические возможности, они практически не ограничены. И дальше они будут только возрастать. Значит, здесь второй аспект, это какого объема эти метастазы. Какой объем тканей мозга облучается при... Если это 5 крупных метастазов, это может быть уже слишком много. Может быть 15 метастазов по 2 мм, которые облучили. Здесь проблема не в том, что это невозможно сделать. Здесь проблема идеологическая. Нужно ли это делать пациенту? Не лучше ли ему облучить весь головной мозг проакционированно? Потому что огромное количество пациентов, которые облучили какое-то количество очагов, они потом приходят, у них появились очаги совершенно в других частях мозга. Очень быстро. Иногда это бывает даже к концу курса лечения радиохирургического. Поэтому технических ограничений практически нет никаких. Ну, конечно, там есть определенные критерии. Там не больше 10% мозга должно получить 10 грей, суммарно. Но это достаточно большой объем. И здесь при таком пухолевом объеме вопрос не в технической возможности облучения, а в том, надо ли это делать, не нужно ли здесь применить какие-то другие вообще методы. Вот в чем... Спасибо. Михаил Маркович, можно я прокомментирую, как член мультидисциплинарной команды, поскольку мы с вами достаточно долго и продуктивно работаем, то вот что очень важно, при поражении головного мозга, если мы говорим о раке молочной железы, крайне важен локальный контроль. И если мы выявляем метастазы в головном мозге при отсутствии висцерального криза, то есть когда это актуально, если есть висцеральный криз, то решение вопроса с облучением головного мозга можно отложить с локальным контролем головного мозга. Но если у нас все спокойно со стороны экстракраниальных метастазов, то мы должны решить вопрос о локальном контроле. Первое. Мы всегда направляемся сначала к нейрохирургу. Я права? Безусловно. Нейрохирург говорит по каким-то причинам, либо это локализация метастаза, либо еще какие-то причины, а возможность локального хирургического контроля отсутствует. Тогда мы решаем вопрос о облучении головного мозга. Это будет либо стереотоксическая лучевая терапия, либо облучение всего головного мозга. Для нас, для химиотерапевтов, крайне важно облучить головной мозг, потому что вот как ткань яичка у мужчин, так же и головной мозг – это чужеродная ткань для нашего организма. И она очень защищена барьерами. Вот эти промежутки, межтканевые промежутки, они минимальны, поэтому ряд таргетных препаратов, ряд цитостатиков просто непроницаем для головного мозга, через гематренцифалический барьер. Поэтому нам важно облучить головной мозг. Как мы его облучаем? На это влияет ряд факторов. Прежде всего, агрессивность процесса. Если процесс агрессивный, вот Михаил Маркович совершенно прав, если 10 очагов, возможно, их больше микрометастазов. И стереотоксическое облучение нам для химиотерапевтов многое не даст, потому что цитостатики так или иначе будут проникать через оставшиеся ткани головного мозга. А нам нужен локальный контроль всего головного мозга. Если это олигометастазы, да, мы выполняем стереотоксический, единичный метастаз облучения головного мозга, понимаем, что в эту зону цитостатики будут более проницаемы. А почему мы боимся? Мы боимся когнитивных расстройств, да, поэтому выполняем большей частью локальный контроль этих единичных метастазов. Поэтому, ну, вот что очень важно, и Михаил Маркович в том числе всегда подчеркивает, что после стереотоксического лучевой терапии мы всегда можем провести облучение всего головного мозга, да? А вот можем ли после облучения всего головного мозга провести стереотоксическую лучевую терапию? Можем, можем. Если возникает такая клиническая ситуация, если, скажем, у нас было какое-то количество метастазов, значит, мы провели лучевую терапию, ну, вот их было, скажем, там 15 из них, 13 исчезли, а какой-то один остался персистить. Пожалуйста, у него можно сделать радиотерапевтический буст. Или, скажем, все они исчезли, через какое-то время возник рецидив, который подходит под критерии олигометастатического процесса. Для того, чтобы проводить локальные методы лечения, прежде всего пациент должен отвечать критериям олигометастатического процесса. Тогда от этого будет толк. Во всех остальных случаях, скорее всего, мы просто потеряем время. Если у пациента действительно олигометастатический процесс, то локальными действиями мы ему принесем пользу. Если мы превысим показания к локальным методам лечения, то пользу пациент не получит. Вот что самое главное, то, что я пытался донести. Значит, что касается, чего мы боимся при облучении всего головного мозга, конечно, мы боимся нейрокогенитивных расстройств. Кроме того, это занимает время. Если это надо все комбинировать с системной терапией, то, конечно, радиохирургическая процедура, она более привлекательна тем, что пациент быстро полечен. Он практически не имеет побочных эффектов. И может, если у него есть угроза прогрессирования экстракраниальная какая-то, вот молодая пациентка, вот у нее появился метастаз головной мозг, мы понимаем, что, скорее всего, где-то что-то еще вспыхнет вот-вот. Да и, конечно, надо быстро провести лечение с минимальным количеством осложнений и срочно начать системную терапию. Если мы начнем облучать весь головной мозг, то тоже мы у нее отнимем примерно месяц на все это дело, пока спланируем, пока две недели самого облучения, пока она от него отдохнет. За это время может что-то неприятное с ней произойти в плане прогрессирования процесса. Поэтому здесь всегда надо рассматривать в комплексе вопрос с каждым конкретным пациентом. Это вопрос, который на данный момент каких-то стандартов не имеет. Здесь надо каждый раз подходить в большой степени индивидуально. Но какие-то общие принципы уже формируются. Михаил Маркович, еще вопрос от зрителя трансляции из Волгограда, который спрашивает, требуется ли облучение, общее облучение головного мозга после хирургического удаления метастаза? Да. Может быть, не обязательно общее. А у меня это ложе, вот этот вопрос именно конкретизирует. Этот вопрос пока что тоже... Ложе, опухоль или весь головной мозг? Возможен и тот, и другой вариант. А предпочтительнее? По осложнениям, конечно, предпочтительное облучение ложа. Это практически не приносит никаких побочных эффектов. И повышает локальный контроль. Надо понимать, что локальный контроль повышается только в том месте, где мы облучаем. Если мы боимся появления дистантных метастазов в других частях головного мозга, то здесь, конечно, лучше выбрать облучение всего головного мозга. Если мы уверены, что это был олигометастаз, и он прооперирован, и мы не ждем появления быстрого метастаза в других частях головного мозга, то лучше провести локальное облучение ложа опухоли. Как я уже говорил, таких пациенток у нас человек 15 прошло, и не все они, правда, для всех был рак молочной железы, но у большей части, кстати, был именно рак молочной железы, и они, в общем-то, пока практически все здравствуют. Спасибо большое, Михаил Маркович. Больше вопросов не будет? Спасибо. Спасибо.